Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана ушел в месячный отпуск. Школьники из России прибыли на отдых в АВАЗу. Туркменистан нарастил объем экспорта арбузов и дынь и другие новости. 1 августа президент Туркменистана Сердар Бердмухамедов вместе с членами правительства страны отправился в месячный трудовой отпуск. Руководству страны разрешено провести отпуск в АВАЗе, Арчмане, Елысуве или других санаториях Туркменистана до 1 сентября. В Туркменистан на отдых в национальную туристическую зону АВАЗа приехали российские школьники, занявшие первые места в Международной математической олимпиаде, проходившей в городе Аркадак. Талантливую молодежь из дружественной страны тепло встретили. Отдых ребят будет проходить в оздоровительном центре Даянч с 1 по 10 августа. Путевки для них предоставлены за счет средств благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Курбангулыберда Мухамедова. В Туркменистане в этом году объем экспорта арбузов вырос в 10 раз по сравнению с общим объемом экспорта за весь 2022 год и 9 раз по сравнению с общим объемом экспорта бахчи за 2023 год. Странами-импортерами туркменских арбузов в этом году стали Россия и Катар. В числе основных стран-импортеров туркменских дынь также находятся Россия и Казахстан. Транспортно-логистический центр Туркменистана успешно организовал первую отправку контейнерного поезда из Индии в Узбекистан. Состав из 20 контейнеров с керамическими плитами отправился из порта Бандарабас и направляется на железнодорожную станцию Чикурсай в Узбекистане через пограничный пункт Сарахс. С 1 августа в Ишхабаде, городе Аркадак и областных центрах страны начали свою работу традиционные школьные ярмарки. Мобильные торговые прилавки предлагают широкий выбор канцелярских товаров и школьных принадлежностей, что позволяет родителям и ученикам подготовиться к новому учебному году. К новому 2024-2025 учебному году предприятия Министерства текстильной промышленности Туркменистана выпустили классические модели школьной одежды. В ассортименте представлены костюмы и галстуки для мальчиков, платья зеленого цвета и белые фартуки для девочек, а также главные уборы тахья – символ туркменской национальной одежды. На базе Ашхабадского специализированного детского сада номер 127 проведен заключительный национальный этап двух профессиональных конкурсов среди медицинских сестер и поваров дошкольных учреждений страны. В конкурсе медицинских сестер гран-при получила Зубейда Курамбаева. Медицинская сестра детского сада Яслий номер 12 города Ашхабада. В конкурсе поваров гран-при присуждено повару детского сада Яслий номер 5 метрапа Гёгтепе Ахалского Вилаята Алтын Джумиевой. Все участницы конкурсов были награждены дипломами Министерства образования, а также ценными призами от Национального центра профсоюзов Туркменистана. На 46-й сессии Комитета всемирного наследия в Нью-Дели был утвержден новый китайский объект для включения в список ЮНЕСКО. Этим объектом стала центральная ось Пекина – уникальный архитектурный ансамбль, определяющий облик исторического центра столицы Китая. Эта архитектурная линия, протянувшаяся с севера на юг на 8 километров, берет свое начало в эпоху династии Юань. В Марселе открылся первый в Европе ресторан, который полностью отказался от электричества, газа и дров. Все процессы на кухне – от приготовления пищи до освещения зала – обеспечиваются исключительно солнечной энергией. Основой кухонного оборудования является крупная параболическая антенна, которая собирает и фокусирует солнечные лучи. Благодаря этой технологии температура на поверхности плиты достигает внушительных 400 градусов Цельсия. На данный момент ресторан функционирует лишь в будние дни с 11.30 до 14.00, когда солнечная активность наиболее высока. Однако владельцы не останавливаются на достигнутом и планируют установить биогазовую систему, которая будет перерабатывать органические отходы ресторана в газ. Это нововведение позволит продолжать работу в пасмурную погоду и после захода солнца. Футбольный клуб «Ахала» из Туркменистана одержал уверенную победу над турецким «Фетхие» спором со счетом 3-1 в товарищеском матче, проходившем в рамках подготовительных сборов в КРТП. Капитан команды Эльман Тагаев отметился дублем. Еще один гол забил нападающий Даян Чмиредов. Эта победа стала второй для «Ахала» в серии контрольных матчей на турецких сборах. Ранее команда обыграла саудовский клуб «Аль Сафа» со счетом 2-1. В ближайшие дни «Ахал» планирует провести еще две товарищеские встречи – 4 августа с саудовским «Аль Ахдаудом» и 7 августа с иранским «Гол Гахаром». Туркменский боец смешанных единоборств Эзиз Пинджиев готовится к своему первому выступлению в рамках нового проекта «Файт Найт» для молодых талантов. Бой состоится 4 августа. Пинджиев встретится с таджикистанцем Нурали Джабировым. Пинджиев уже успел заявить о себе на профессиональной арене. В ноябре 2023 года он одержал впечатляющую победу над россиянином Сергеем Толмачевым на турнире «Файт Найт-120», завершив бой удушающим приемом. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен Портал – ваш самый надежный источник новостей.